Почему капризный климат Заполярья так сказывается на самочувствии жителей округа? Опасен ли главный атрибут современного человека мобильный телефон своим излучением? И что нам стоит безопасный дом построить? Или какие ввозимые в округ строительные материалы значительно превышают радиационный фон? Ответы на эти вопросы дали юные исследователи Заполярья. Сегодня в Нинецком краеведческом музее стартовал региональный конкурс учебно-исследовательских работ имени Пырерки. С будущими учеными пообщалась Любовь Пермякова. А поскольку основными строительными материалами завозимых в округ являются кирпич, бетон, пеноблок и древесина, то общий уровень радиации напрямую зависит от этих материалов. И об этом нужно знать. Десятиклассница Оксана Котовская из Искательской школы впервые на территории Нинецкого округа провела изучение радиационного фона строительных материалов и жилых зданий. Одним из основных мест исследования стала и родная школа. Оказалось, что средний уровень показаний выше всего в подвальном помещении – 12,4 микрорентген в час школы-поселка Искателей. Это обусловлено тем, что подвал находится ближе всего к земле, где родной оседает. Также в подвальном помещении было зафиксировано самое высокое значение из всех полученных – 19 микрорентген в час. Всего в школе и на других объектах за два с половиной месяца девушкой было проведено 160 измерений при помощи индикаторов. Это позволило определить уровень опасности. На ремарце могут спать спокойно. У нас не такой большой уровень радиации, как у нас принято считать. Конечно, у нас все в порядке. И уровень радиоактивности в норме. Я сама в этом убедилась. Сколько измерений было проведено. И нигде не было уровня радиации выше нормы. Эта тема довольно невостребованная. И вокруг нее очень много фальши. Очень многие используют, говорят, радиоактивность. Не знаю, что это такое. И как оно вообще проявляется. И вот эти вот все шутки про третью руку, вырастающую из живота, и все прочее. И как бы я заинтересовалась, и мне стало интересно. Стало интересно и другой участнице конкурса учебно-исследовательских работ восьмиклассницы Екатерины Коваленко, когда она задумалась над тем, почему солнце в Наринмаре ярко светит, но почему-то не греет. Отсюда у меня возник вопрос. Если солнечный свет есть везде, то почему же одни части Земли избалованы солнечным теплом, а другие обзелены им, а то и вовсе лишены. Определить недостаток природного тепла Екатерине помогли многочисленные наблюдения в течение года и простые приборы – термометры и барометры. Все дело в том, что Земля имеет шарообразную форму. Из-за этого электромагнитная солнечная радиация вынуждена падать на земную поверхность под разным углом, от 0 градуса до 90 градусов. И чем больше угол падения лучей солнца, тем больше нагревается земная поверхность. Этим и объясняется разница между климатом севера и юга. Всего научные выводы на этом конкурсе сделали 14 ребят из школ и профессиональных учебных заведений от 14 до 25 лет. Их выступления и исследовательские работы оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли научные сотрудники и представители Центра развития образования. Уже завтра станет известно имя победителя научной битвы, который будет номинирован на премию президента России. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал Север.